В чем смысл прикладывать палец, если можно просто вытащить наушник? Расскажу, почему мне понравилась эта функция, и это далеко не все, что вложили в это крохотное устройство. Меня зовут Дарья Шакиньонос, сегодня вы у меня в гостях, располагайтесь поудобнее, потому что сейчас мы будем смотреть, что внутри этой странной коробочки. Я впервые вижу такую упаковку, и эта коробочка сделана так, чтобы вы ее моментально выкинули. Обязательно напишите в комментариях, собираете ли вы коробочки как трофеи, или предпочитаете от них избавляться. Внутри у нас вот такой кейс, помещается в мою ладонь, так что будет удобно брать с собой и даже в карман положить. Классно то, что покрытие не оставляет отпечатков на корпусе. Сколько трогаю, ничего нету, матовый такой корпус. На передней панельке есть датчик, который показывает уровень зарядки. Если зелененький, то они заряжены, если желтенький, то пора ставить на зарядку. А для этого у нас есть в комплекте USB кабель. Смотрим дальше. Сзади у нас разъем для зарядки, подписочка на 360 аудио, полный комплект документации. И вот, что очень важно, здесь три комплекта разных насадочек. Есть размер SM и L. Отличить их можно по цветам резиночек внутри, сами они пенные, а внутри силикон. Я очень скрупулезно выбираю наушники. У меня есть мои большие, с ними всегда все хорошо, потому что они полностью закрывают ухо, они закрытые, и я погружаюсь в музыку. Я пробовала JBL, Sennheiser, BASE. Все, что было в магазинах и лучше, чем полноразмерные наушники, в шумоподавлении нет ничего. И что вы думаете, я их купила? Нет, я отбираю их у своего парня. Удобно для меня, но не для него. Эти наушники у меня уже два с половиной месяца, и я подумала, раз те так хороши, то и эти будут как минимум не хуже, а может быть даже и звучать будут интереснее. У меня особенные ушки. Это я поняла уже спустя недельку. Тут не стоит упрекать фирмы, и это особенности многих людей. У нас у всех индивидуальные руки, индивидуальные ушки, и уж сделать внутриканальные наушники, подходящие всем и вся, ну нереально. Так как я музыкант, для меня очень важно, чтобы посадка наушников была идеальная. Мне уже не раз заливали мониторы, и я решила с этими поступить так же, сделать все очень четко. Я, как всегда, кастомизирую вещи. Здесь у нас есть вот такая насадочка пенная, и я поинтересовалась, просто меньше нельзя поставить. То есть, если я поставлю какие-то пенки, которые просто общего пользования, то не будет рабочего подавления. А так как здесь особая система, придется и особые ставить насадочки. Вот примерно вот так они выглядят. Это делается кастомная форма, прям по слепку, по куху. Что ж, будем пробовать, посмотрим, как это будет. Так что, если вдруг наушники не подходят, всегда есть вариант сделать их под себя. Вот тут будет и поинтереснее. Для вас прошла одна секунда, а у нас прошла целая неделя, чтобы забрать наушники и попробовать, как теперь зазвучит музыка. Это какие-то красные смородинки. Ай-яй-яй, они холодные. И это правда здорово. Это вообще другая вселенная, особенно если подключить 360 аудио, электронную музыку, ну так. Ну да, она звучит плотно, хорошо, но это совсем другие ощущения, когда вы включаете что-то инструментальное и акустическое. Эффект присутствия, если его можно так назвать, да, оно вот прям есть, как будто это звучит в вашей голове где-то глубоко. Бывает такое, что когда просто в спокойном состоянии слушаешь все хорошо, но когда начинаешь двигаться, они начинают ерзать и натирать уши. Сейчас мы это проверим, поэтому нам надо повысить скорость. Ура! Ура! Они не выпадают! Теперь эти штучки плотно засели у меня в ушах и вытаскивать их совсем не хочется. Тут-то и нужна эта функция Speak to Chat. Она слышит, когда я начинаю говорить и тормозит воспроизведение музыки или видео. Если Speak to Chat удобно, когда кто-то обращается ко мне и я могу услышать собеседника, то есть еще одна фишка. Как раз-таки, если не нужно вытаскивать наушник, можно приложить руку к голове и он понимает, что нужно отключить шумоподавление и тогда можно слышать весь окружающий звук. Правда ли, что можно кастомными наушниками чуть-чуть поправить эту ситуацию и слух восстанавливается? Правда. Слух портится у всех. И мы живем, мне кажется, в такое время, что наши сверстники-старики будут почти все глухими. Потому что то, на какой громкости многие слушают музыку и на какой громкости проходят многие выступления, ну, иногда страшно. Я по работе там часто оказывался в клубах, в ночных вечеринках, там перед концертами. И я без беруш просто не хожу в заведение, потому что я знаю, что иначе у меня хана. Слуховые травмы можно восстановить, но это нужно делать срочно после получения такой травмы. Вот если ты попала, там, не знаю, тебе паровоз посигналил в ухо или была на концерте и резко завелся там, не знаю, монитор, или проходила мимо порталов, а в это время кто-нибудь взял аккорд. Так, что делать нужно? Нужно срочно идти к врачу, и они делают какую-то гормональную терапию. Ну, в общем, спасают. Внутриканальные заливные наушники помогают с этим косвенно. Работа в напольный мониторинг на сцене – это всегда очень рисково и громко. Сцены, все мониторы разгоняют, каждый хочет себя слышать громче, сзади барабанщик валит в тарелке. Все это валит всем в уши. Когда ты в ушных мониторах, ты изолирована от этого внешнего мира. У нас была ситуация с моим знакомым, я сто раз про это рассказывал, с моим приятелем, барабанщиком. Мы делали ему аудиометрию, расширенную проверку спектра слуха в Штатах, когда там были по гастролям. И у него был очень сильный провал в области от 2 до 5 кГц, потому что... И дальше от 10 начинался такой сильный спад. Он работал в напольных мониторах все время, пересадили его в уши, ему было не очень комфортно. Но, короче, мы через полтора года летели в самолете, и я решил ради шутки включить генератор высокой частоты у себя в телефоне. 17 кГц просто, чтобы посмотреть, что происходит. В общем, я включаю этот генератор, я не успеваю, даже секунды не проходят, мы летим на соседних креслах, и чувак от меня отпрыгивает аж. Что это такое? Дружище, ты вообще этого слышать не можешь. И у меня лежит дома папка, где черным по белому, прямо график, где жуткий спад. И он этого не слышал никогда. Но за полтора года в ушных мониторах у человека довольно сильно восстановился слух. Потому что для барабанщиков, например, это не только защита от громкого звука из мониторов, но это изоляция от громкого звука барабанов. Такие наушники же подходят не только для концертных исполнителей, а в принципе люди же себе делают кастомные наушники. Да, да, это удобно. Я, например, в самолетах всегда летаю, вкручиваю. Я тоже сейчас на своей Соньке с шумоподавлением решила сделать такие насадки, потому что у меня может быть такое какое-то ухо особенное, но ни одна из трех насадок мне не подошла. А наушники нравятся, да, они прям вот сыпались у меня. У меня ужасно, у меня левое ухо, значит, нормально сидит, а правое все время выпадает. Я поначалу прямо переживала, что такие наушники могут вываливаться из корпуса, но здесь магнитная база очень даже сильная. Корпус очень-очень аккуратный, когда мы достаем наушники, нужно тоже приложить небольшое усилие, потому что здесь есть магнитные датчики. Что круто, не получится левый наушник вставить в правое гнездо, а правый влево, потому что здесь они магнитятся именно каждый туда, куда нужно. И это происходит прям мгновенно. И кайф, что они не вываливаются. Ну, я достаточно это сильно делаю. Переусердствовать не будем. На внутренней поверхности наушников есть вот эти вот кружочки, которые показывают левый и правый наушники. Еще они разные по цвету, поэтому левый это серый, правый это красный. Еще мы видим инфракрасные датчики и контакты для зарядки. Вот эти вот металлические вставочки вот так вот скрывают микрофон. А самая большая площадь наушников это сенсоры, которые можно настроить под себя. У меня сюда вынесено в левый наушник отключение и включение шумоподавления, в правый одно касание это остановка проигрывания или ответ на звонок, два касания перемотка. Следующий трек, следующее видео. И вот тут многие говорят, что это не культурно, по этикету не положено разговаривать в наушниках, но в моем случае я предпочту остаться в них. Вытаскивать и вставлять вот такие насадки достаточно трудоемко и не гигиенично что ли их просто вот так держать в руках, а кейс не всегда будет в кармане. Поэтому лучше уж остаться в них. Ауч! Да, надо быть аккуратнее. На изготовление таких штук ушло примерно 10 дней, плюс-минус иногда больше, иногда меньше. После этого вы приходите и забираете ваши персональные и индивидуальные насадочки. Когда я их только выбирала, во-первых, можно выбрать много цветов. Такие красивые и даже немножко скользкие. Но, как оказалось, это просто демо-варианты, чтобы просто показать цвета. Потом на них наносят специальный материал, и они больше не скользят, и они настолько удобно сидят в ухе, что просто даже не хочется вытаскивать. И по ощущению, их как будто бы нету. Кстати, я в них спала. На утро я не почувствовала, что у меня какой-то дискомфорт в ушах, было все в принципе нормально. Но единственное, что я плохо засыпаю с музыкой, как оказалось. Для меня музыка это не просто звуки и не какой-то фоновый шум. Для меня это словно математика. Что можно послушать перед сном? Ну, некоторые ставят шум дождя или пение птиц. Когда я слышу пение птицы, засыпаю, я думаю, как же она берет своим вот этим маленьким горлышком через вот этот вот клювик такие высокие ноты. Хорошо, ставлю, например, классическую музыку. Заиграла фантазия экспромта, я думаю, да сколько у него пальцев, чтобы все это играть. А потом, а может быть, прямо сейчас посидеть, да посмотреть нотки, а потом думаю, да нет же, 2 часа ночи, а потом, да все-таки, а кто мне мешает? Ну, и вот так и происходит. Ну, и что теперь делать? Как засыпать, когда столько всего звучит, да еще так близко, да так красиво? И к чему я пришла? Это особенно помогает в поездах. И если вы, например, чего-то ждете и хотите полностью себя отрезать от внешнего шума, я включаю проигрыватель, ставлю на паузу, так меня один друг научил. И все, у меня активное шумоподавление, я ничего не слышу, у меня идеальнейшая тишина, просто красота. Что еще удобно? Они у меня уже синхронизированы с телефоном, я включаю Bluetooth, достаю их из кейса, вставляю в уши, все. Ничего не надо подтверждать, включать, они уже готовы. И тут новость для любителей яблочной техники. Кодек LDC, который разработал Sony, передается только на Android, и к счастью, у меня он. LDC это, между прочим, высокое качество передачи звука, если раньше было только по проводу возможно передать высококачественный звук, то сейчас можно и по Bluetooth. Какое потрясающее приложение! Когда мой парень купил себе наушники, я видела, что он фоткает свои уши. Мне это показалось так странно, я такого, если честно, не видела. А вы часто фотографируете свои уши? Я вот никогда, а здесь мне пришлось. Приложение само требует, чтобы сфотографировали сначала левое, потом правое, потом еще и повернули голову, как надо, и оно анализирует, как наушник сидит в ухе. И представляете, оно мне даже сказала, нет, попробуйте другую насадку. Понимаете, когда я занимаюсь активно спортом, постоянно перемещаюсь, у меня еще и косички трутся, и у меня вываливались любые наушники, и проводные, и вакуумные, разные. И плюс я постоянно еще чувствовала это трение даже у себя в ушах. Но, проделав все эти процедуры с приложением, у меня получилось это, у меня получилось отделить вот этот весь внешний шум и просто погрузиться в то, что я делаю, и сконцентрироваться на своих мыслях, на музыке. И всем, у кого есть наушники с шумоподавлением в вкладыше, попробуйте хоть раз сделать себе кастомные насадки. Поверьте, к этому шумоподавлению, которое есть уже у вас, вы прибавите от 15 до 30%. Вы знаете, для этого выпуска я хотела даже раздобыть бинауральную голову, но так как я их сделала исключительно под себя, мне не получится их протестировать и передать все эти ощущения, которые есть, когда наушники полностью закрывают ухо. Это нужно прочувствовать и придется вам поверить мне. Мы не договорили про приложение. Сколько там настроек, это просто можно настолько под себя все настроить. Если у вас приоритет, например, связи и вам нужно, чтобы было дальше расстояние, вы можете это поставить. Если вы хотите, чтобы он проанализировал ваши уши и сказал, какая посадка, он все это расскажет. В общем, приложение, я, если честно, от него в шоке. А теперь поговорим о том, что можно причислить к минусам. У этих наушников нет мультипоинт. Ну, это когда наушники могут переключаться от одного источника звука к другому. Имейте в виду, эта функция есть в больших. Вы, наверное, думаете, что мне сейчас кто-то звонил, но на самом деле нет. Это крутая функция, которая уже мне успела пригодиться, хотя я о ней даже и не знала. Чтобы прозвонить наушник, вам нужно зайти в приложение и прямо так и нажать. Прозвонить наушник, и можно не бояться, что они где-то остались. Вы их сняли, куда-то положили, не можете найти. Даже когда я была на репетиционной базе, играла вокруг куча различных инструментов, и я все равно смогла их найти. Подводя итог. Коробочка классная, ее сразу хочется убрать, она не захламляется дома. Сами наушники, просто звук потрясающий. Особенно с кастомными насадками, это что-то невероятно. Это надо ощутить. Что у меня получилось по автономности? Проработали они 8 часов с активным шумоподавлением и целых 11 без шумоподавления. Кейса хватает на 2 полноценные зарядки, и 5 минут зарядки дают целый час прослушивания. А еще могут вот так держаться. Теперь я наслаждаюсь просто музыкой и тем, как они сидят. Вообще не слышу вот этого трения, которое уже, если честно, так надоело. Для всех, кому важны цифры, пожалуйста. По частотным характеристикам у них все круто. Это будет приятный подарок для тех, кто любит качественный звук, и это будет хороший вклад для себя и для своего слуха. Не пестрящие верхние частоты, сбалансированная середина и низы присутствуют. Что ж, я пойду слушать музыку, а мы с вами переходим к следующему видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!